Джуна было не привыкать жить в мечтах. Еще в детстве он фантазировал, как они с братом и родителями ездят на море. Он представлял, как получают подарки на дни рождения, те самые, которые родители считали бессмысленной тратой денег. Он грезил, что однажды наступит утро, и, собравшись всей семьей в маленьком дворе за их домом, семья Джун проведет время вместе без склуг и скандалов, без алкоголя и болезненных воспоминаний. Юн Сик мечтал. Если быть честным, он до сих пор мечтает, представляя всю семью вместе. Он продолжает проживать несбыточные миражи, которым никогда не суждено сбыться. Но они живы в его мире, красочном и таком наивном. С тех пор, как не стало родителей, он их полюбил еще сильнее. Возможно, предательская память заставляла помнить только хорошее, сжимая сердце парня грустью и чувством вины. Но хотел бы он, чтобы они были сейчас живы в реальности. Однозначно нет. Тоска по родителям куда приятнее, чем ненависть и обманутые ожидания, терзающие когда-то братьев изо дня в день до крови, до желания самому покинуть этот мир. Вот так и сейчас он не сильно расстраивался, не получив желаемое. Он привык. Картинки, нарисованные его воображением, в реальности ему не принадлежат. Но никто не смеет отнять у него его вымышленный мир, где он счастлив, а рядом с ним любимые его сердцу люди. Как в этом мире мог оказаться ли? Уму непостижимо. Какие такие чары наложил на него хирург, что только при мысли о нем юнсик плавился. Поднималась температура, а дыхание учащалось до такой скорости, что ему не хватало воздуха. Ему не хватало рук мужчины, память о которых предательски въелась в его кожу. Юноша медленно расстегнул рубашку на груди и, скользя пальцами, нежно спустился к животу. Он погладил свежие шрамы. Они еще ныли и были темно-красного цвета. Иногда, через боль, они напоминали не о Мингу, а о том, благодаря кому он остался жив. Он был признателен брату за нанесенные раны, ведь они являлись доказательством чего-то важного, чего-то большего, что невидимой нитью соединяло его с любимым мужчиной. Пусть Линь никогда не будет ему принадлежать, но он навсегда останется тем, кто сохранил его жизнь. Именно он стал тем, кто впервые поставил юношу на пьедестал, разглядев в юнсике что-то, что тот до сих пор не мог понять. Это было так упоительно стать особенным, пусть для одного единственного человека, но мысль об этом окрыляла, придавая сил бороться дальше за жизнь, оказавшуюся для кого-то сокровищем. Его тело реагировало на мужчину, разливаясь теплыми волнами где-то внутри, собираясь в одно целое, как несколько рек, впадающих в бушующий океан, тянущие стоны внизу живота. Юнсик лег на бок и поджал под себя колени, запуская руку между ног. Он не задумывался, что делает, но это стало ежедневной привычкой перед сном с тех самых пор, когда юноша ощутил тяжелое тело Ли между своих бедер. Как приятно была эта тяжесть! Движения мужчины создавали трения, и что сейчас, что тогда член парня изнывал, выпрашивая любовные ласки. Воспоминания о той ночи плавно перетекали во вполне реалистичные фантазии, где ли аккуратно и нежно брал Юнсика, делая его своим навсегда. Почувствовать в себе любимого, слышать опьяняющий запах тела, пота, ощущать чужое дыхание на коже и путаться в звуках, не понимая, чьи стоны несмело прорываются сквозь тишину. И каждый раз умирать от любви, будучи готовым отдать за нее все на свете и даже оказаться проклятым кем угодно. Он знал поцелуй Чона и Ли и теперь понимал, что тогда хотел объяснить ему Тэ Су, воспринимавший его как отголоски первой любви. Сейчас Юнсик мог точно определить, какие чувства вызывают разные поцелуи. Есть поцелуй желания, а есть поцелуй, выражающий любовь. От прикосновений Ли у Юнсика дрожали ноги. Удивительно, а ведь когда это произошло впервые, молодой человек был уверен, что это состояние было продиктовано ненавистью к мужчине. В тот день в клинике Юнсику хватило смелости предложить хирургу заняться с ним сексом. Вдавливая мужчину в стену, чувствуя его всем своим естеством, он дрожал не от страха, как он подумал тогда. И Ли тоже ошибся, не разглядев в той ненавистной схватке страстное желание, вспыхнувшее между ними с первого взгляда. Джун влюбился окончательно и бесповоротно, и никому, никому. Не позволит отобрать то единственное, что принадлежит только ему, его вымышленный мир, его мечту. Триада. Четвертая глава «Притяжение любви». Автор Каару Тираема.